Мы сюда пишем 9. А сейчас возникает вопрос. Понимаете ли вы, что здесь тогда будет число не больше, чем 14? Здесь будет число не больше, чем 18? Здесь будет не больше, чем, соответственно, 20? Не больше, чем 42? То есть, проще говоря, понимаете ли вы, что из предыдущего моего рассказа следует такая очень простая, с одной стороны, а с другой стороны важная теория. Число Рамсея не превосходит числа Рамсея от S-1T в сумме с числом Рамсея от S-2T-1. Я не утверждаю, что равно. Более того, там, конечно, чаще всего районства не будет. Чаще всего там стропы и неравенства. Но, тем не менее, хотя бы то, что вот это неравенство выполняется, уже дает очень важную информацию. Это нам с вами дает понимание того, что, по крайней мере, оно существует. То есть, если вы берете достаточно большое количество вершин и красите граф в два цвета, то в таком случае у вас обязательно найдется или полностью синий полный граф на S вершинах, или полностью красный полный граф на D вершинах. Так вот, господа, доказательства ровно такой же, как я точно рассказывал. А им. Представьте себе, что у нас есть какая-то точка. И граф, в котором вот стойка вышла. Как вы думаете, сколько шум тогда из этой точки выходит ровно? Рёбер из одной точки. Р от ст минус один. Конечно. Давайте точку повесим. Так вот, рёбер из точки А выходит вот сколько? Р от ст минус одно. Отлично. А теперь? 101-216. Что же это? 132-495. 495, да. 217-113. Тысяча что? 31. 1031. Отлично. Так, ну давайте уж по симметрии заполним. Значит, здесь будет 3641. Здесь у нас будет 5887. Это уже не даёт новой информации. Так, а 6-6 нужна? А, 102-165. 102-165. Здесь? 77. 77? Да-да-да. 205-24. 77, да? Да. 205-540. 540. А над ним? 7-6-113-200. 298. Ну, господа, и всё. Это уже, я, конечно, могу для красоты заполнить, но это на самом деле уже не интересно, да? Так, что там? 23 здесь, да? Что? Потом 28. Уже, я же по симметрии. Господа, что в этой таблице очень важно. Что вот эта идея там выполняется, и что там, чем дальше, тем больше, так сказать, пробел. То есть, в начале довольно много чисел известно точно, а дальше уже какие-то, почему, что интересно, довольно быстро. Вот здесь вот 5-5, и почему-то, почему-то не знают, почему-то от 43 до 49. Вот сейчас обсудим, почему это, на самом деле, является действительно научной проблемой, а не то, что кому-то было там лепи считать. Так, но сначала, всё-таки, теорему-то разберём, хорошо? Делали для 3-4, и перед этим для 3-3. Господа, всё действительно просто. Если вы заметите такую вещь. Вот когда у вас есть вершина, и вам хочется получить СТ, либо С, либо Т, то это можно так сделать. Либо эта вершина много синих лёбер, и там С-1 или Т, или Т, или Т-1 красный. Так, давайте я понятно нарисую эти два случая. Итак, представьте себе, что у нас из точки А выходит много, много, это имеется в виду, R от С-1, Т, синих лёбер. Всё, рисую синие лёбер. Пошли. Синие, 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 много синих лёбер. Много, вот в каком смысле, R от С-1, Т, шу. Представьте, столько синих лёбер. Ну, может быть, ещё, конечно, какие-то красные, они нас помолкнут, не он, шу. Тогда, либо на этой картинке возникнет здесь Т, вершинник полный, красный. И тогда уже задача решена, и всё. Здесь Т, красный, на шу. Или возникнет полный на С-1 вершине синий, но вместе с красной точкой, и это нам даст полную. Всё понятно? Вот, таким образом, если у нас такая картинка есть, то задача полностью решена. Значит, я могу уже написать простой важный факт. Синих отрезков из любой точки выходит меньше, чем R от С-1, Т, шу. То есть, не больше, чем R от С-1, Т, минус университет. Что, почему? А почему меньше ли равно? Потому что меньше, чем вот столько. То есть, меньше ли равно, чем... А если ровно? То есть, как разрушено. Если вот ровно столько вышло, то тогда вот это рассуждение объяснило, что по определению цифра МС здесь найдётся либо С-1 синий, либо Т красный. Понятно? И тогда уже получили противоречие. И вот, отлично. Теперь ровно та же идея с красным. Берём нашу ту же самую точку. Предположим, что из неё выходит много красных отрезков. Много – это вот сколько, господа. Сейчас напишу. R от С, Т, минус университет. Вот столько красных отрезков. Либо там найдётся С вершиной полной синий, и тогда задача уже решена. Либо там найдётся Т-1 вершиной красный, но вместе с точкой А это будет Т вершиной. Значит, опять столько красных не бывает. Значит, я пишу красных не больше, чем С, Т-1, минус 1. Отлично. Значит, всего, ребер, и так пишут, всего, всего, не больше, чем Р, Р от С, минус 1, Т, плюс Р от С, Т, минус 1. Итак, Р от С, минус 1, Т, плюс Р от С, Т, минус 1, минус 2 штуки. Но, ребят, если мы взяли граф на таком количестве вершин, то Лёбер там будет не минус 2, а минус 1. То есть больше, чем вот это число. Так, идею все поняли? Значит, давайте я коротко повторяю идею решения. Если из некоторой точки выходят отрезки, то или будет много красных, и в таком случае вот это второе обсуждение, да, что я сейчас говорю, или много синих, и в таком случае вот это обсуждение. И в любом случае получим противоречие. Ну, если не нравится так писать, то, собственно, да, это получится. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова